Господи Боже мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в преддверии праздника Рождества Христова, Божественная Литургия не совершается. Мы же обратим наш мысленный взор к отрывку из Евангелия от Луки, глава 2, стихи с 1 по 20, который читается на третьем часе царских часов. Послушаем его в прочтении Иеродиакона отца Александра. Водних о них, изыди повеление от Кесаря Августа, написати всю вселенную. Сие написание первие бысть, владящий Сирию, Киринею, и идяху вси написатися каждого свой град. Зыди же и Иосиф от Галилеи из града Назаретово Иудею, во град Давидов, и же нарицается Вифлеем, за небыти ему от дому и отечества Давидова. Написатися с Марией, обрученную ему женою, сущую непраздную. «Бысь же, егда быша тама, исполнишися дни, и родите ей, и роди сына своего первенца, и повид его, и положи его в яслях, за ней небе им мест того обители. И пастыри и беху в той же стране бдящи и стригущи стражу ночную о стаде своем. И се ангел Господень став в них, и слава Господне, о сия их. И убояшися страхом велием, и речей им ангел, не бойтесь, а себу облаговествую вам радость велию, я же будет всем людям. Яко родися вам днесь спас, и же есть Христос Господь во граде Давидове. И се вам знамение, обрящите младенец по вид, лежащ в яслих. И внезапо бысь со ангелом множествовой небесных, хвалящих Бога и глаголющих. Слава вышних Богу и на земле мир, во человеце благоволение. И бысь, яко от и доша от них на небо ангели, и человец и пастыри, реша друг ко другу. Приедем до Вифлеема, и видим глагол сей бывший, и же Господь сказа нам. И приедоша поспешшася, и обритоша Мариам же и Иосифа, и младенец лежащ во яслих. Видевши же сказаша о глаголе, глаголанным им о отрачате сем. И всеслышавши и дивишися о глаголанных от пастырей к ним. Мариам же соблюдаши вся глаголы сия, слагающий в сердце своим. И возвратишися пастыре, славящий и хвалящий Бога о всех. Я же слышаша и видиша, як уже глаголана бысть к ним. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирией. И пошли все записываться каждый свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем. «Потому что он был из дома и рода Давида, записаться с Марию, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господне осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, войдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце семь. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, подробно повествуют об обстоятельствах и времени Рождества Христова. Евангелец Лука сообщает о Рождестве Христовом в контексте переписи всех жителей Римской империи, проведенной по велению Кесаря Августа, то есть римского императора Октавиана, который получил от римского сената титул Августа Священного. Указ о переписи был издан Августом еще до Рождества Христова, но из-за начавшихся народных волнений и смерти Ирода перепись была приостановлена и окончена лишь через 10 лет уже во время правления Квериния. Римская политика всегда учитывала особенности обычаев побежденных народов. Иудейские же обычаи требовали, чтобы запись велась по коленам, родам и племенам, для чего каждому требовалось явиться на перепись в тот город, где некогда жил глава его рода. А так как Иосиф был из рода царя Давида, он и должен был отправиться в Вифлеем, в город, где родился Давид. Вифлеем находился в 130 километрах от Назарета. Город был переполнен. Иосиф и Мария не нашли комнаты, а потому вынуждены были поселиться в одной из пещер, какими богата Палестина и куда пастухи сгоняли скот в ненастную погоду. Здесь-то и родился им божественный Мессия, положенный вместо детской колыбели в ясли, приняв тем самым от самого своего рождения крест унижений и страданий для искупления человечества и самым своим рождением, давая нам урок смирения. Это и высочайшие добродетели, которые он потом постоянно учил своих учеников. «Пастухам, которые ночевали в поле, явился ангел Господень, осиянный божественной славой, и сказал, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Архиепископ Аверки Таушев замечает, здесь важно отметить слова ангела о том, что эта великая радость будет всем людям, то есть, что Мессия пришел не для одних евреев, но для всего человеческого рода. И как бы в подтверждение истинности слов ангела явилось многочисленное воинство небесное, целый сон ангелов, воспевавших дивную хвалу новорожденному Богом-младенцу Мессии. Слава Вышнюю Богу и на земле мир в человеках благоволения. Ангелы славят Бога, пославшего в мир Спасителя. Они воспевают мир, который водворится в душах людей, уверовавших в Спасителя. Они радуются за людей, которым возвращено Божие благоволение. Смысл словословия ангелов состоит в том, что достойно славят Бога небесные духи, ибо на земле водворяется мир и спасение, так как люди сподобились особенного Божьего благословения. Как весь мир в течение тысячелетий готовился к этому величайшему событию, когда Бог воплотился на земле и вошел в человеческую историю, так, дорогие братья и сестры, и мы должны подготовиться, чтобы самим стать духовными участниками этого события, позволив нашим сердцам стать колыбелью для родившегося Христа. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...